Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФН Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, новая неделя. Новый год даже, можно уже сказать. Вчера, да, старый, новый, все уже отметили. Все, впереди нет больше праздников. Теперь надо только работать, работать и работать. И зарабатывать деньги, естественно. В чем программа Сухой Остаток, я надеюсь, все-таки, да, каким-то образом помогает нашим слушателям зарабатывать себе капитал. Итак, внимание. Сегодняшняя тема. Текущая ситуация на валютном рынке и традиционно прогнозы. В гостях у меня Артур Копышев, аналитик ФК Метрополь. Добрый вечер, Артур. Добрый вечер. И Алексей Егоров, аналитик Номос Банка. Добрый вечер, Леша. Добрый вечер. Ну, я не спрашиваю, как у вас настроение, потому что вы сияете, да, глаза горят. А руки делают. А руки делают. Это правильно. Это правильно, потому что, повторю еще раз, все праздники уже все позади. Пора заниматься любимым делом. Я надеюсь, то, чем вы занимаетесь, это и любимое, Леша, дело. Ну, конечно. Ну, это самое главное. Итак, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему беседе. Традиционный интерактив. Телефон в студии 6510-99,6. Код Москвы 495-6510-99,6. И есть сайт волшебныйфинам.фм, на который, зайдя, вы можете прокомментировать все, что вы слышите здесь. Не надо только сильно ругаться. Либо также задать вопрос, либо собственным мнением поделиться. Потому что, представляете, Леша, Артур, да, у нас слушатели, искушенные люди. Они, особенно о валютном рынке, знают порой гораздо больше, чем мы с вами вместе взятые. Ну, да ладно, посмотрим. Итак, традиционно мы начинаем сухой остаток с того, что я рисую картину маслом в 1805 в Москве. И что происходит на финансовых площадках на это время. Давайте посмотрим. Собственно, надо прежде всего отметить, что сегодня позитив, позитив со всех сторон. Так и прет, я вот так сказал бы. Начинаем с отечественного рынка. Индекс РТС сегодня прибавляет больше процента. 1590 вплотную к 1600. Он подошел, даже постучался снизу сегодня в моменте. Индекс ММВ также в позитиве. Больше процента, чуть больше процента. 1527. Также уверенные движения достаточно. На нашем фондовом рынке. Ну, если говорить с самого начала, так сказать, с востока начинать. Что азиаты сегодня очень хорошо отторговались, европейцы. Менее оптимистично, но тем не менее, все-таки в этом тренде. Ну, и мы, естественно, присоединились. Посмотрим, что скажут американцы. Через полчаса я озвучу, как они будут открываться. Индексы с 500, тем не менее, в небольшом плюсике. Ну, а пятничное закрытие такое нейтральное, да, собственно, поставило вопрос, скорее всего, чем подтвердило ту или иную динамику. На хаях стоит S&P 500, и мы об этом говорили, и что там будет дальше, мы с вами посмотрим. Смотрим на сырьевые рынки и Форекс. Продолжается здесь также позитив. Нефть марки Brent выше 110 за бочку золота, 1670 за унцию. Ну, и евро-доллар штурмует, продолжает штурмовать УСОТ, и сегодня он уже стоил в начале дня 1.34. Сейчас корректируется 1.3348, текущая котировка. В общем, красота, да и только. Ну, и основной набор голубых фишек также сегодня в основном зеленеет. Можно отметить Аэрофлот почти 3%. Можно отметить больше процента ГМК Норникель. 6 тысяч сделал он, кстати. Дальше НЛМК, обычка, значит, почти 3%. Русгидро 2.5%, Северсталь 1.5%. В общем, красота. Красота, да и только. Но в этой красоте все-таки чувствуется небольшой привкус такой. Привкус, да? Привкус. Привкус коррекции, я бы так сказал. Сегодня я читаю аналитику, так забавно. Забавно очень звучит. Все рассказывают о том, что все растет, все хорошо, везде хорошо. Греки, кстати, да? Вы слышали, греки идут уже навстречу Евросоюзу. Говорят, мы все, что хотите, сделаем. Мы уже целый год идут, в общем. Ну, нет, сейчас они еще один шаг сделали. И тем не менее, несмотря на позитив, чувствуется, говорят, чувствуется коррекция. Ну, и уж не знаю, кому чего чувствуется. Давайте начнем разговор. Значит, я еще раз, да, проанонсирую. Тема, заявленная ситуация на валютном рынке. Мы ее, естественно, в основном будем обсуждать с вами. Рынок как и международный валютный, так и наш отечественный валютный, да? Ну, и поговорим, так сказать, о финансовых рынках в целых. И давайте попробуем картину маслом. Вот что происходит сейчас на валютном рынке? Артур, давай с тебя начнем. Ну, в принципе, на рынках сейчас происходит рост аппетита к риску. Помнится, я когда последний раз был на программе, это был в конце ноября, я сказал, что Европа восстанавливается, а fiscal cliff будет разрешен, более-менее разрешен. Как мы видим, к концу декабря, в общем-то, это... То есть, твои прогнозы, я правда, вот так и говори, конечно, как я говорил, это правильно, это правильно. Ну, так, и... В целом, сейчас, конечно, по Америке появилась новая проблема. Это проблема понятия потолка госдолга. Ну, она не появилась, да, просто на нее сейчас мы... Ну, переключили внимание. Переключили внимание, совершенно верно, да, да, да. А как, кстати, давай уж ты такой у нас суперпрогнозист, как ты считаешь, середина февраля, да, там это время че? Середина февраля-начало марта, скорее всего. Да, да, что будет с этим самым потолком госдолга? Я думаю, то, что у демократов сейчас более сильные позиции. Мне кажется, республиканцы все-таки уступят. Просто, если не будет поднят потолок госдолга, то Америка может потенциально объявить достаточно технический дефолт. Ну, да. Ну, ведь, по сути, сейчас республиканцы в Америке являются главной преградой для поднятия госдолга. Поэтому, если будет все реализовано в негативном ключе, всех собак спустят на республиканцев. Естественно, они не хотят этого. То есть, в итоге, несмотря на то, что, ну, конечно, как обычно будет очень плодотворно, точнее, не тоже плодотворно, а затяжные переговоры. Очень долго, долго и нудно. Но, скорее всего, в конце концов, потолок госдолга будет черносподнят. Правда, там будет еще новая проблема. Скорее всего, какое-нибудь рейтинговое агентство отпустит рейтинг Америки. Без этого не обойдется, да? Скорее всего, нервозность, конечно, после этого появится на рынках. Ну, изначально, я считаю, что потолок госдолга будет поднят, и можно уже там вероятность достаточно большую ставить. Смотри, мы говорим о потолке госдолга, да, очередном. Если вспомните, 11-й, по-моему, год, это, да, август месяц, и там вот этот, уже этот спектакль разыгрывался. Он по тому же сценарию, как думают, произойдет. Ну, правда, уже рынки знают, как может происходить. То есть, в принципе... То есть, они к этому готовятся, да? Если там это было вновь, что называется, то сейчас мы уже во многом знаем, что американцы, они такие затейники. Леш, как ты считаешь по поводу потолка госдолга? Ну, я думаю, американцы всегда договорятся. С американцами-то, да? Ну, конечно. Нет, на самом деле, как бы вся американская там политика, она, в принципе, очень... Даже так, культура Америки, она очень хорошо проецируется в том телевидении, которое у них показывается. И она очень так смежна с той политикой, которую они показывают. То есть, вот у них шоу, как бы, прежде всего. Поэтому не исключено, что там будут долгие переговоры, точно такие же, как были по попыткам предотвратить фискальный обрыв, когда там до последнего момента все новости пестрили информацией относительно того, что вот-вот там фискальный обрыв будет. Вот Обама там обещал договориться с Конгрессом до непосредственно рождественских праздников. Этого не произошло. Он прервал свои рождественские праздники. То есть, вот эта интрига, которая существовала, она очень... Мне понравилась твоя аналогия. То есть, это все вот такая театральная постановка все-таки. Это шоу, которое, так сказать, в основе культуры Америки. Просто, чтобы это понять, надо действительно посетить Америку и посмотреть, как там все происходит. Потому что вот эмоции, которые у них там по телевизору, там в разговорах людей, они немножко как бы не по-станиславскому, да, не верю, они немножко там выше, чем у привычных европейцев, наверное. И поэтому, скорее всего... Ну, выше, ты имеешь в виду, ярче они, да? Ну, ярче, да. Они переигрывают. Переигрывают, да. Да, поэтому и, собственно говоря, там от политиков тоже ждут там что-то интересного, скажем так. Постановки, да. Не просто вышел, уныло сказал, мы договорились, и все, и все по домам. Да, то есть... Надо нерф, нерф надо подогреть. Ну, как пример, да, вот у нас выборы в России там уже прошли несколько раз, да, уже избрали нашего замечательного президента. А в США там выборы, которые там, предвыборные дебаты начались еще там до нас, да, они продолжались, и выборы там после нас были. То есть, у них вот эта процедура такая растянутая. Соответственно, там все переговоры там. Ну, то есть, до последнего интригу они держат, да? И здесь, естественно, скорее всего, будет то же самое. Ну, я бы сказал, что они до последнего пытаются лоббировать свои интересы. Все-таки в Америке двухпартийная система, и в каждой партии лоббируют абсолютно разные интересы. Поэтому, так сказать, скажем, какая-нибудь компания, которая поддерживает республиканцев, она подумает, подумаешь, какие-то рождественские праздники? Ребят, пожалуйста, мне интересно лоббируйте. Да, делом занимайтесь. То есть, поэтому, поэтому всегда затягиваю до последнего момента, конечно. Ну, в итоге-то все равно договариваются. Ну, так, ну, непосможно было не договориться. Как было сказано в одной книжке, два хороших человека всегда найдут способ договориться. Согласен с вами. Хорошо. Давайте теперь непосредственно поговорим о валютном рынке, о любимом нашем. Значит, собственно, ну, сразу несколько пятен я попытаюсь. Значит, мы, наверное, говорим о долларе, да, в призме последнего заседания протоколов, точнее, да, публикации Федрезерва. Кстати, сегодня ночью выступают Бернанки после закрытия американских. Завтра публикуется бежевая книга, насколько я помню, завтра или в среду, да. То есть, много интересных историй. И в этой связи, что нам, да, что день грядущий нам готовит с точки зрения доллара США. А потом о евро мне очень хотелось бы услышать ваше мнение. Потому что 1,34, да, тем не менее сплошные проблемы, рецессии в Европе. 1,34, пожалуйста, мама не горюй называется. Вот так Драги сказал, что, скорее всего, в конце 13-го года Европа начнет восстанавливаться. То есть, в принципе, это наскок был только на этом. Ну, понятно, понятно. Значит, отдельно мы поговорим с вами о японской ене, если не возражаете. Опять-таки, потому что, да, свена правительства, заявление уже, так сказать, да, политических лидеров и курс просто... Потому что я буду ослаблять. Очень, да, очень сильно курс экономический, да, так сказать, собираются японцы изменить. Вот, наверное, давайте об этом мы с вами. Ну, и рубль, естественно, мы. Я думаю, что многим, большинству наших слушателей, да, интересно. И поведение этой валюты, учитывая, что завтра заседание Центрального банка Российской Федерации, есть мнение, да, как раньше говорили, мне нравится. Есть мнение, что может ЦБ снизить процентную ставку. Ну, я думаю, пока это очень мало вероятно. Да, я соглашусь с моим коллегой. Отлично. Ну, тем не менее, вот мы видим, кстати, да, продолжение укрепления рубля. Сегодня опять 30-20 практически, да, вот он там поддержку нашел какую-то, стоит в узком диапазоне. Ну, я так понимаю, что вполне возможно мы это укрепление продолжим. Вот об этом мы говорим. Ну, говорим уже после того, как послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, мы продолжаем эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем ситуацию на валютном рынке, международном и отечественном. Ну, и мои уважаемые гости осмелились дать прогнозы. И, уверяю вас, прогнозы практически, у них практически сбываются. Сегодня в гостях, напомню, Артур Копышев, аналитик АФК «Метрополь» и Алексей Егоров, аналитик «Номосбанка». Ну, собственно, давайте не откладывать в долгий ящик. Начнем с ситуации на российском рынке, да, на рублевом рынке. Леша, давай, что происходит и чего ждать-то, собственно. Ну, в начале года у нас традиционно рубль испытывает укрепление. Это обусловлено, прежде всего, притоком капитала. Ну, то есть, как показывает практика, там, в начале года у нас иностранные инвесторы заходят в Россию с целью поиска каких-то инвестиционных идей, ну, сформированных уже, как я понимаю, там, в конце года, да, то есть, и начинают их реализовывать понемножку. То есть, у нас рубль испытывает, ну, Россия испытывает приток иностранного капитала. Ну, собственно говоря, там, в первом квартале у нас рубль укрепляется традиционно. Потом идет такой период более-менее, там, стагнации, то есть, ну, не стагнации даже, наверное, там, успокоения, то есть, рубль торгуется на одном и том же уровне, ну, и к концу года, естественно, мы видим то, что мы видим. Ну, за исключением, конечно, кризисных явлений, когда у нас там начинается там. Ну, это такая статистика, да? Это вот, в принципе, это из года в год происходит. Практика показывает, можно так добавить. Я понял. Ну, собственно говоря, что мы видим в начале этого года, что рубль действительно очень сильно укрепился. Ну, это, прежде всего, обусловлено тем, что до конца года Россия закрыла торги, не увидев решение проблемы фискального обрыва в США. Ну, собственно говоря, там, в начале года мы увидели реализацию там того, что попытались политики предотвратить в прошлом году, имеется в виду российский, да, то есть открыть биржи там раньше, чем 10 число в этом году, к сожалению, ну, не к сожалению, наверное, к счастью, биржа открылась там 10 числа. Да никак. Если вспомнить 12-й год, когда мы попытались, да, вот, вместе со всеми повторять, ну, и чего, и вот эти, сколько там, две, да, неделю они просто стояли. Да нет, ну, понятно то, что, но могли бы. Могли бы, конечно. Лучше, как бы, иметь возможность и не реализовать ее, нежели чем не иметь ее, правильно? Согласен. Ну, собственно говоря, мы видим то, что рубль действительно очень сильно укрепился, относительно доллара, в частности, и мы видим то, что у нас даже центральный банк был вынужден совершать валютные интервенции, то есть... Уже вот, вот это важно, это уже в январе этого года? Да, с самого-самого начала, там, то есть не первый день торгов, там, первый день торгов, отмечу, это было 8 число, там были, рубль действительно очень сильно укрепился, первый день. Да, на открытии с гэпом сразу же... Да, ну, надо понимать, да, то, что, как бы, на самом деле, 8 числа немногие участники присутствовали на рынке, то есть была не очень высокая ликвидность, и круг участников тоже не очень большой был. На тонком рынке легко сделать такой рыбок, правильно? Ну, конечно, да. Потом обычно таких, кто на тонком рынке так выигрывает, потом наказывает рынок. Ну, вот, когда приходят большие дяди. Ну, собственно говоря, мы видим то, что Центральный банк у нас производил валютные интервенции, то есть он активно скупал валюту, в отличие от того, что мы наблюдали в прошлом году, когда Центральный банк у нас на протяжении, по-моему, трех или четырех месяцев активно продавал валюту с целью стабилизации курса рубля, ну, то есть попытаться удержать бивалютную корзину на уровне, там, в рамках коридора. В рамках коридора, совершенно верно. Ну, собственно говоря, там, как бы, у Центрального банка есть же другие инструменты поддержания валютного курса. Это вот, когда была высокая задолженность банковской системы перед Центральным банком по инструментам, там, рефинансирования прямого РИПО, там, у Центрального банка была возможность, там, изменениями, изменения объемов предоставляемой ликвидности, просто процентными ставками регулировать это. В настоящий момент мы увидели то, что в начале года у нас, во-первых, в конце прошлого года был большой приток рублей бюджетных ресурсов, ну, собственно говоря, там, сейчас банки просто перекрыли практически всю задолженность перед Центральным банком, ну, не всю, а там... Ну, большую часть. Да, большую часть, и поэтому Центрального банка сейчас он лишился просто такой возможности, как удержание валютного курса на каком-то уровне за счет, там, объемов рублевой ликвидности. То есть у него, по сути, осталось вот, либо валюта интервенции, да, либо что еще он может сделать? Расстроится. Расстроится, да. Это не очень действенно, да, Артур? Ну, мне все-таки кажется, что сейчас не стоит говорить о Центральном банке. Во-первых, в том, что в текущих реалиях, ну, уже год-полтора банк пытается меньше выходить на валютный рынок. Да, даже вот когда в прошлом году, да, вот эти были достаточно сильные движения, ну, сентябрь, август-сентябрь, да, то есть он, как бы, мы читали, да, о том, что он практически не участвовал. Ну, участвовал, ну, в меньшей степени, чем надо, там, или чем раньше было, но сейчас просто рубль укрепился до такого уровня, где Центральный банк обязан начать выходить с интервенциями. То есть, ну, опять-таки, у Центрального банка нет задачи как-то удерживать его вблизи середины корзины, просто он пытается, там, излишние колебания убрать. Ну, кстати, извините, если говорить, Леша, Артур, если говорить об уровнях, вот, ну, условно, вот этот уровень, да, 30-20, 30 рублей 20 копеек за 1 доллар США, вот эта поддержка января месяца, можно сказать, да, там. Вот он, собственно, стоит на этом уровне две недели уже. Насколько она сильна, насколько, так сказать, вы думаете, она устоит? То есть, насколько рубль двинется, по сути, вопрос. Ну, да-да-да, я имею в виду, если вот Центральный банк каким-то образом уже пытается... Ну, Центральный банк пытается, по сути, сейчас просто немножко ослаблять валюту, но это просто, по моей точке зрения, это достаточно технически, то есть, рубль коснулся какой-то определенной границы, и Центральный банк начнет выходить с ними большими интервенциями. В общем-то, на текущих уровнях интервенты ЦБ, они, в общем, не очень действенные, то есть, они, конечно, ослабляют немножко рубль, но не очень сильно. Ну, в принципе, если говорить о, что будет влиять на курс рубля в ближайшее время, с моей точки зрения, это аппетит к риску глобальный в масштабе. Как я говорил, американцы, скорее всего, решают свою очередную проблему, решили fiscal cliff, да. А Европа, опять-таки, решает свои проблемы, драги, как я сказал уже, считают, что в конце 2013 года уже Европа выйдет из кризиса. Китай там хорошую статистику дам, да. В общем-то, аппетит к риску... Повод есть для этого, по крайней мере, да? Аппетит, да, к риску нагревается, и рубль, по моим ощущениям, в ближайшее время рубль должен продолжать укрепление. Укрепляться, то есть, он ниже 30-ти может опуститься? Теоретически, да. Ну, теоретически, я думаю, может быть, даже в следующей неделе уже опустится, скорее всего. Ты как думаешь? Ну, на мой взгляд, конечно, такого сильного движения, наверное, ниже 30-ти очень тяжело себе представить, ну, на мой взгляд. Но, как бы, хотел отметить, относительно того, что там Центральный банк вмешивается, не вмешивается, да, в валютные торги. Хочу сказать такое, то, что, как Центральный банк отмечал, там, то, что для него важнейшее, там, приоритетное, так сказать, значение, помимо того, что он, там, за инфляцией следит очень внимательно, для чего для него приоритетно то, что рубль был стабилен. То есть, ему не надо, там, чтобы рубль, там, был очень дешевый, рубль дорогой. Главное, чтобы, там, в течение какого-то определенного длительного периода, да, он был стабилен. Для чего? Потому что, ну, действительно, у нас, как бы, все импортеры, которые, там, поставляют продукцию за рубежа, да, ну, уже научились страховать свои валютные потоки, да, то есть, как бы, они страхуют, там, хиджируют риски, то есть, форвардные контракты на поставку, там, продукции. То есть, нет такого, то, что, там, сегодня мы купили, там, дешево, завтра это стоит уже по другой цене, там, мы прогорим. И решили, да, лишились прибыли, да? Да, то есть, как бы, центральный банк, да, в данном случае, для него приоритетно то, что рубль был, там, стабилен. Это, во-первых, делает национальную валюту привлекательной для иностранных инвесторов, то есть, они понимают сюда, что они здесь входят в российский рынок, открывают какие-то проекты, и, соответственно, на протяжении, там, долгого периода времени это будет стабильно. То есть, они не будут терять на валютных курсах, то есть, хиджирование валютных рисков станет дешевле. А что ты скажешь по этому, по поводу того, что ставка ревеносирования одна из высоких, да, одна из самых высоких в мире у нас, 8,25 сейчас. Ставка ревеносирования бесполезная штука. Бесполезная, но я имею в виду с точки зрения вот тех самых сторонних инвесторов, а точнее спекулянтов, которые просто зарабатывают на дифференциале процентных ставок. Ну, я, наверное, так бы не сказал бы, то, что там, на самом деле, действительно, соглашусь с Артуром, то, что ставка ревеносирования, в настоящий момент, это как бы что-то индикативное, на него там ничего не приходится. Просто в настоящий момент у нас, ну, как рынок показал то, что в момент, когда на рынке не хватает ликвидности, то есть, рублевой ликвидности у банков, то есть, остатки на корсчетах и депозитах снижаются, банки вынуждены привлекать ресурсы у единственного, там, так сказать, донора, да, в который, там, является, там, центральный банк. Ну, не будем брать, там, депозиты Минфина, депозитные аукционы. Собственно говоря, и практика показала то, что, там, ключевой ставкой для рынка является ставка аукционов прямого репо и ставка репо под фиксированный процент. Ну, там, 6,25, по-моему, сейчас, или 6,50, 6,25 снижили, да, ее, по-моему. Ну, собственно говоря, вот наиболее важное. Ну, а относительно того, что дешевые ли это деньги или дорогие, ну, просто, там, сравнить, да, рыночные ставки, там, просто вот я сравню. Привлечение ресурсов, размещение ресурсов на МБК, да, вот в валюте, там, в долларах, да, например, и, там, на рынке в рублях. Ну, как бы существует, существует, там, очень большой спред, там, не знаю, порядка, там, 4%, по-моему, там, то есть в долларах, например, размещение, там, 1%, в рублях, там, 5,5%. Ну, то есть, как бы спред существует, но вы сами понимаете, то, что он включает в себя и стоимость страховки, то есть ты сегодня можешь разместить, но завтра, как бы, тебе конвертировать обратно в валюту будет дороже. Центральный банк с целью, как раз-таки, вот сейчас отмечу такую вещь, относительно того, что в пользу рубля, скажем так, то, что за период, когда у нас был, когда был высокий, высокое опасение того, что будет какое-то негативное развитие событий на европейском долговом рынке, то, что вот в Америке у нас за это время участники очень скопили большое количество валюты, ну, как бы, с целью страховки. Перестраховывали за это. Да, ну, собственно говоря, в этот момент у нас появилась такая возможность, как, ну, не возможность, а центральный банк снизил ставку по валютным свопам, то есть он начал выдавать ресурсы под залог, ну, рубли начал выдавать под залог валюты. Ну, собственно говоря, это довольно-таки интересный инструмент, то есть он позволяет, не конвертируя, там, валютные позиции, привлекать рублевую ликвидность для, там, осуществления текущей деятельности. Ну, собственно говоря, там, вот в этот момент можно было понять, там, когда у нас увеличение шло операций непосредственно по свопам, по валютным центральным банкам, тогда, как бы, можно было понять, там, насколько участники готовы, там, трансформировать валютные позиции, либо нет. То есть привлекалось, там, все под рубли. Ну, как бы, конвертировали, не конвертируя валютные позиции. Ну, да, физически не конвертируя. Да, физически не конвертируя, но, собственно говоря, высокий спрос был на рубль. То есть это как раз вот это снижение ставок по свопам, да, как раз это некий сигнал на то, что пользуются спросом рубль. Давайте послушаем, у нас есть звонок. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Алло, добрый вечер. Я хотел уточнить, нефтяное лобби, да, как может влиять, и для чего, если и нужно, да, центральному банку дешевый рубль, только лишь для того, чтобы бедным нефтяникам было все-таки получше, хотя нефть стоит выше 100, да, но хотя и не растет, да, как, может быть, им хотелось бы. Вот, как бы с этим вот этот вопрос увязать, да, насколько ЦБ, и для чего, если влияет на него вот это нефтяное лобби, чтобы рубль был дешевый. И второй вопрос, только что родился, так, может быть, вот вытягивают из населения, да, вот эти долларовые кубышки, да, допустим, люди идут, да, уже с 34, наверняка там не выдерживают. Вот это как-то влияет, вот то, что вы говорите, накопили массу, да, люди, и нужно ли это тоже, чтобы, и для чего, если, ну, вот так, можете сказать. Спасибо. Спасибо, Владимир. Ну, давайте, время немножко, мы начнем отвечать, Артур, вот по поводу связи, да, действий Центрального банка и некого... Окей, я еще раз повторюсь, что сейчас, на следующий момент, там, валютный курс не является приоритетом ЦБ, и, в общем, нельзя сказать, я нефтяном лобби, ЦБ постепенно уходит с рынка валюты, и начинает конструироваться только на финансовой стабильности системы всей, и инфляции, то есть, в ближайшей перспективе, там, через год, может быть, там, мы еще увидим еще меньше участия ЦБ в валютном рынке. Сейчас, извините, я прерву, мы слушаем новости, потом продолжаем. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.фм, я, Олег Дмитриев, сегодня говорим о ситуации на валютных рынках, мировых валютных рынках, о российском, естественно, и прервались мы, ушли на новости, отвечая на вопрос нашего слушателя Владимира, по поводу действий Центрального банка и некого нефтяного лобби, Артур. Я еще раз хотел сказать, что ЦБ уходит с рынка валюты, и с каждым годом, с каждым кварталом, его присутствия все меньше и меньше должно быть, и по-хорошему, там, через несколько лет, ЦБ будет контролировать только инфляцию и стабильность финансовой системы. Однако, интересно то, что действие ЦБ все-таки влияет на, так сказать, валюту. Можно вспомнить такую вещь, как дифференциал в процентах ставок. Сейчас, в общем-то, в мире происходит тенденция, что Центральные банки снижают ставки не только, там, с теми, нам известные, ГЦБ и ФРС, там. Может быть, там, скажем, японский ЦБ будет тоже усиливать свою ультрамягкую монтинарную политику. Мы сейчас об этом пополам не поговорим, да? Да, да. Ну, также и Центральные банки развивающихся стран. В частности, наша любимая БРИК, например, Бразилия, за последние, там, 15 месяцев, она примерно на 5 процентных пунктов снизила свою ключевую ставку. То есть, в принципе, все Центральные банки мира снижаются процентные ставки. Что у нас? ЦБ болит с инфляцией и в течение какого-то времени поднимал ставку. То есть, по сути, сейчас, благодаря действиям ЦБ, дифференциал процентных ставок коротких, он очень увеличился. В принципе, это может оказывать... Краткосрочное давление на рубль. Ну, то есть, поддержку рублю. Поддержку, конечно. Очень серьезную поддержку рублю. Спрос на рубль, да, спрос на. По логике вещей. То есть, по логике вещей сейчас иностранство хорошо фондирует себя за рубежом. Да, да, и сюда переводить 8,25, пожалуйста. Ну, не 8,25, там лучше слаться на короткие ставки, например, Моспрайм, а же слаться там. Ну, то есть, под 6% где-то можно. Не, ну, как бы показатель того, что Центральный банк принял решение не смещать монетарную политику, а, наоборот, и ужесточать, да, это как бы показатель его приоритета. То есть, приоритетом было, там, удержать инфляцию в рамках, там, повышенного прогноза, скажем так, пересмотренного прогноза. Ну, собственно говоря, там, хоть как-то, но это удалось. Действительно, инфляция, там, последние два года у нас не такая высокая, как была раньше, то есть, она не двухзначная. Ну, не берем запятую и цифру за ней, но двухзначная в том смысле. Ну, собственно говоря, поэтому, на мой взгляд, вот, то, что Центральный банк, действия Центрального банка, они, прежде всего, там, основаны на том, что, действительно, стабилизацию курса рубля, то есть, поддержка, там, в какие-то моменты, там, когда экстремальные, так скажем так. Ну, то есть, вот этот вариант, который слушатель предложил, да, он говорит, вот есть ЦБ, который действует в интересах, там, какого-то... Лобби, лобби. Лобби, даже не важно, нефтяного или какого-то, сахарного, там, ну, это не так, правильно? Ну, это не так, скорее всего, потому что, вот, хотелось бы, да, вот так. Да, хотя бы верить, да, хотелось бы, потому что очевидно, что ЦБ, он, так сказать, дистанцирует сейчас от регулирования курса рубля. Ну, да, вот вспомните относительно, там, существующих идей теории заговоров, да, на рынке, когда у нас на рынке появилась такая информация, что Центральный банк ослабляет курс рубля с целью формирования профицитного бюджета от нефтяных доходов, потому что цена на нефть измеряется в долларах, да, и, соответственно, при трансформации в рубль этот доход становится больше для нефтяной компании. Ну, честно говоря, как бы все. Ну, это все, да, на совести тех, кто любит теории заговора. Значит, я прошу прощения, на первый вопрос мы ответили Владимиру, давайте послушаем, у нас еще есть звонок, а потом вернемся к ответу и на вторую часть. Ярослав, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. Здравствуйте, с наступившим Новым годом. Спасибо, вас также. Хотелось бы короткий вопрос задать экспертам, которые находятся в вашей студии, так как они владеют информацией больше, чем я. Вопрос следующий. Когда доллар был на уровне 23.60, я взял достаточно большой потихный кредит по 9.3% годовых на 20 лет. У меня сейчас мой доход позволяет, помимо оплаты и содержания текущего кредита, иметь дополнительный резерв. И вот у меня вопрос следующий. Мне два варианта. Либо этот резерв покупать по текущему курсу, предосрочно гасить ипотеку, либо мне вложить эти средства в депозит, который можно по 12 с капитализацией взять и получать доход в виде рублей. Но здесь вопрос с той же самой инфляцией. Что мне лучше делать? Гасить ипотеку и гасить свой кредит, либо формировать бюджет и его увеличивать за счет вкладов достаточно простого инструмента. Ярослав, напомните, у вас долларовая ипотека, да? Да, ипотека в долларах брал по 23.50. Просто если я сейчас буду текущую ипотеку гасить по текущим курсам, я буду фиксировать убыток в размере от 23.60 до того курса, по которому я куплю. В этом и вопрос. Если рационально сейчас гасить текущую ипотеку досрочно, там, возложными средствами, либо, если средства направить на вклады в российских рублях для того, чтобы получать вход в виде, там, тех же самых 12 процентов. Ипотека под 9.3. Спасибо. Спасибо, Ярослав, понятен вопрос. Ну, вообще-то, очень сложная задача, то, что надо понимать, куда двинется курс рубля и куда двинется процентные ставки на рынке. То есть, так сказать, никто точно этого не знает. Это безусловно. Нет, смотри, вот, насколько я понимаю, да, ситуация следующая. У него есть, у Ярослава есть еще там часть какая-то ипотечного кредита. Он говорит, у меня есть возможность сейчас ее погасить досрочно. Для этого я иду и меняю, покупаю по текущему курсу доллары. И разница существенная. 23.50, 30.20. Вот это мои потери, мой убыток. Либо я сейчас не буду ничего досрочно. Я сейчас кладу эту сумму на рублевый депозит, получаю там, да, процентов 10-11 годовых и каким-то образом вот проблему решаю. Как лучше? Не, ну, на мой взгляд, как бы, для меня приоритетно, да, вот, ну, просто можно пример взять, да, банки как поступают. Если у них появляется какой-то излишек ликвидности, да, но они ищут, куда разместить, а не погасить свои задолженности, да. Во, во. То есть, это сформировать какой-то определенный резерв, да, если вот, как бы, у нашего телезрителя. Телезрителя, хорошо, ладно, пусть будет так. Радиослушателя, да, радиослушателя возник какой-то определенный там избыток ликвидности, да, и поток существует, да. Ну, я бы, на самом деле, как бы подстраховался и создал бы резерв, да. То есть, в работу его, да? Ну, да, создал бы не рублевый, на самом деле, может быть, даже валютный депозит, потому что, на самом деле, текущие уровни, они по доллару, они не, на самом деле, за последние годы, они выглядят, на самом деле, не очень плохими, да, я бы сказал бы, очень даже хорошо. Потому что не исключено, что в какую сторону бы там доллар не пошел, ну, плавно размазывайте свою позицию, там, плавно подкупайте, там, никто не говорит то, что вам надо все сразу сейчас купить, правильно, разместите нам на долларовый депозит. Ну, вот, соответственно, создали какой-то определенный резерв, который, там, вам позволит, там, прожить, там, в случае потери дохода, да, какой-то период времени, там, и гасить кредит, да, ну, как бы лучше зафиксированный убыток, нежели чем маржин колл потом в конце. Ну, сейчас ты говоришь маржин колл. Не, ну, мало ли, там, все было на сайте. Артур, ты как думаешь? Ну, я сказал то, что надо понимать, куда будут двинуться процентные ставки на рынке, то есть невозможно взять и, там, вложиться в какой-нибудь депозит, там, больше, чем на два года, по большому счету. Многие банки предоставляют депозиты, там, на два года, а дальше, через два года, тебе придется согласовывать много специальной ставки. Ну, я думаю, мне показалось, все-таки, там, не слишком долгосрочный горизонт у Ярослава. Не, ну, 20 лет кредита, я думаю, так же, там, долгосрочный. 22 гривен стоило в седьмом году, наверное, в восьмом. До кризиса, до кризиса, да. Ну, значит, еще 15 лет приблизительно человеку остался. Очень большой промежуток времени, надо понимать, куда двинуться процентные ставки, то есть, и куда двинуться рубль, это очень достаточно, надо сидеть, хорошенько думать, по большому счету. Ну, ты, чтобы посоветовал. Ну, процентные ставки могут двинуться, скорее всего, в сторону понижения, с одной стороны, ЦБ борется с инфляцией очень успешно. Однако, с другой стороны, у нас, конечно, и дефицит ликвидности вырастает, и, скорее всего, он будет множиться. То есть, здесь ситуация очень сложная, я вообще, скорее, боюсь противственности советовать человеку, именно конкретному человеку, что-то делать. Хорошо, я понял тебя. Будем считать, что, ну, ответили, не ответили, попытались мы ответить на вопрос Ярослава. И вернемся к вопросу Владимира, значит, его вторая часть по поводу кубышек, долларовых кубышек у населения, и таким образом, да, как они влияют на и курс даже, да, доллара к рублю, когда вдруг, неожиданно, это самое население начинает активно менять одну валюту на другую. В самое неподходящее время. Ну, как правило, население у нас начинает менять валюту в самый последний момент. Ну, в самый неподходящее. То есть, на самых хаях оно покупает, а потом по самым лаям как раз-таки продает. Ну, проблема-то есть, вот действительно, подобная кубышка, да, если, так сказать, вот ее обобщить, она может влиять на курс рубля, доллара? Ну, скажем так, что примером того, той ситуации, когда там государство пыталось удержать курс рубля, у нас 2007, как раз-таки, там, 2008 год, когда начинался только кризис, когда перед Новым годом у нас курс доллара начал резко расти, можно вспомнить, когда Центральный банк жесткими интервенциями просто продавал валюту, там, израсходовал, там, не львиную долю, а большую долю золотовалютных резервов с целью того, что не допустить резкого курса доллара. Ну, вдруг он защищал бы все-таки не интересы физиков, а интересы компаний, которые кредитовали за рубежом. Не, ну, понятное дело, население восприняло это как попытку защитить их, наверное, но, собственно говоря, мы видели, там, когда, там, фьючерс, там, на, между, дифференциал между фьючерсом и потом, там, ну, условно говоря, там, трехмесячным, у нас, там, ставка была, там, 40% годовых, по-моему, там, я такую позицию совершил. Это какой год? 2008, там, в начале года, то есть, там, депозит мой, ой, доллар, там, по-моему, стоил, там, 28 рублей, по-моему, а фьючерс, там, порядка, там, 33 рублей, 34 мартовский. Ну, то есть, как бы, можно было, там, такой интересный трейд совершить. Ну, интересный трейд, это хорошо, просто, большая часть наших слушателей, они, так сказать, не профессионалы в этом деле, поэтому, они на уровне обмен на валюты всегда, понимаешь? Вопрос, типа, как долл-веркубышки влияют на валютный курс, да? Совершенно верно, может ли, вот, мы побежали все с вами, с нашими, из-под матраса достали и сдвинули валютный курс, там, я не знаю. В текущих ситуациях сложно представить такую ситуацию, правда. Ну, я просто, как бы, это там, надо такой, знаете, эффект волны устроить, то есть, когда все понесут, ну, как бы, тогда, теоретически, в принципе, это возможно. Ну, а я думаю, что это так, постепенно и плавно, поэтому, как бы, это даже, наверное, никто не увидит и не почувствует. Просто, если все побегут, это только в том случае, если будет реально очень большая проблема на рынке, и там и без поддержки населения рубль, видимо, будет летать. Ну, слава богу, я так понимаю, сейчас, да, таких ожиданий вот этого коллапса у нас, слава богу, нет. Ожиданий коллапса нет, да, я, как говорил, ну, можно, конечно, там уже начать говорить про прогнозы, да, в целом. Можно, можно говорить про прогнозы, да, конечно, давай. По рублю ты имеешь в виду? Ну, в общем-то, по всем валютам можно, ну, по глобальному аппетиту и по рублю, то есть, глобальный аппетит к риску растет, и я думаю, что 2013 год будет намного лучше 2012, в плане состояния мировой экономики. 2000 какой? 13? Ну, 13, текущий год, по-моему, правильно? Правильно, ну, ты сказал 14, я подумал, что я долгосрочный прогноз. Нет, 13. Поэтому, как я говорил, то, что проблемы Америки и Европы, они более-менее решаются, таким образом, ждать очередного финансового кризиса пока не стоит, или углубления текущего кризиса. Не стоит. Да, не стоит, поэтому, скорее всего, ну, по-моему, ощущением евро, там, будет дорожать в сторону 1,4, скорее всего, а рубль может упасть, там, меньше 29, ну, конечно, если будет очень позитивно. Опять-таки, мы знаем, что наши реалии нашей страны, когда большой отток капитала, иностранцы не очень хотят закладываться, поэтому... У нас есть надежда, все-таки, да, мы наблюдали приток на долговой рынок, там, да, как пирожки УФЗ раскупаются, и сейчас Евроклир, когда заработает, может быть, еще денежки пойдут. Ну, скорее всего, пойдут, да. А ставки упадут уже до такой степени, что неинтересны будут, и, может быть, и на рынок акций пойдут. Вот такие ожидания-то все витают. Все придут сразу. Ну, мне кажется, то, что идея, как только ставки упадут ниже, там, психологически важных уровней, то есть, ну, в общем-то, не стоит их сейчас залучивать. Ну, да. И что потом приток будет на рынок акций, скорее всего, не стоит от этого ожидать. Не стоит. Потому что, все-таки, идея с облигацией, идея с инвестицией акций, это абсолютно две разные идеи для иностранных инвесторов. То есть, просто в этом случае долговой рынок станет менее интересным, и народ просто, ну, если уж не будет выводить деньги, то просто постережит. Скорее всего, да, скорее всего, останет. Поток этот просто, да, немножко спадет? Не иссякнет, но спадет, да, скорее всего. При этом рынок акций в качестве альтернативы вряд ли мы будем. Мне кажется, для иностранных инвесторов, которые инвестируют в ФЗ, скорее всего, следующим этапом будет уже инвестирование в корпоративные облигации, в какое-нибудь первое шло. Но, опять-таки, это тоже... Это другая история, я понял. Хорошо, еще раз прервемся, послушаем новости на финансовой. Итак, продолжаем эфир. Уважаемые слушатели, времени совсем немного. Я, тем не менее, озвучу ситуацию на финансовой площадке. Американцы открылись с небольшими просадками. Dow Jones теряет 0,01%, S&P 0,1%, в общем, коррекция не коррекция, но так как-то без особого энтузиазма, в общем, выглядит американские фондовые индексы. А мы продолжаем разговор на тему валюты. Причем о рубле мы достаточно плотно поговорили, я думаю, этого достаточно. Хотя нет, давай, Леша, вопрос я тебе озвучил сейчас за эфиром. Два слова скажем по этому поводу. Вопрос от Андрея. Добрый день. После Нового года физические лица получили достанную валютную секцию ММВБ. И Андрей спрашивает, чем торговать мы можем? Классический доллар-рубль, евро-рубль или еще какие-то инструменты? Ну, там бивалютный коррекцию, по-моему, возможно, торговать. На самом деле, с точки зрения физических лиц это довольно-таки интересно. То есть для людей, тех, которые, например, валютные кредиты, либо валютная ипотека, это довольно-таки интересно, потому что нет необходимости теперь совершать операции через обменник, то есть платить кому-то комиссии, когда можно открыть брокерский счет, например, или трансформировать валюту самостоятельно. А ты брокеру там будешь платить комиссию? Не, ну, брокерская комиссия, она существенно... Несравнима, да? Конечно. Опять же, ты в течение месяца можешь посмотреть, с учетом того, что у нас есть определенный... Внутри месяца есть определенная не сезонность, а периодность, когда рубль укрепляется, когда он растет. То есть во второй половине месяца, когда у нас наступают налоговые выплаты в стране для компаний, то есть и уплаты страховых взносов, то есть это там с 15-го числа у нас традиционно там рубль к этому периоду, когда идет трансформация валютной выручки экспортерами, у нас традиционно там рубль усиливается относительно доллара, ну, соответственно, как бы... Это я не какую-то спекулятивную идею предлагаю сейчас. Ну, это не спекулятивная идея, да, это как бы я показываю наблюдение, показываю то, что есть на рынке, да, то есть я не рекомендую там физическим лицам, которые там не обладают полным свектором информации, торговать, естественно, на валюте, ну, потому что это, во-первых, небезопасно. Безусловно. Ну, как и другие рынки. Ну, соответственно, там в настоящий момент брокеры оказывают доступ к этой услуге, ну, и, соответственно, предоставляют кредитное плечо, там, причем такие очень страшные плечи, там я что-то сегодня посмотрел. Это где вот на ММВБ? Да, к... Ну... И сколько там, какие плечи? Ну, 1 к 20 там я сегодня прочитал у какого-то брокера. Ну, до Форекса далеко, тем не менее. 1 к 200 есть на Форексе. Ну, понятно, то есть там свистнуть не успеешь. Ложил, ушел. Ну, свистнуть не успеешь, уже должен остался. Ну, ладно, должен, во-первых, не остался, а во-вторых, я с тобой согласен, да, прежде чем погружаться в эту пучину, так сказать, рыночную, надо, естественно, изучить материал. Не, ну, как можно отметить там, если кто-то теряет, значит, кто-то зарабатывает, правильно? Все правильно, это рынок, шашкой на голову тут махать не удастся. Ну, и, собственно говоря, вот открытие торгов для физических лиц, это такой способ исключить обменники, да, ну, как мне кажется, потому что это такой не очень хороший инструмент, вообще сам по себе обменник, там в Европе, я не знаю, там обменник, это крайне... Анахронизм уже, да? Да, то есть это там никто не представляет, все такие вещи в аэропортах. Ну, там по необходимости уже, там и спреда, там, мама, не горюй, в аэропортах. Так, хорошо, Леша, спасибо тебе за ответ на вопрос, Артур, я не буду пытать этим вопросом, давайте мы вернемся, собственно, к параднозам и к ситуации. Значит, еще раз я попрошу тебя, Артур, давай с тебя начнем, да, в глобальном смысле, что нам ждать в ближайшее время от доллара США в связи вот с политикой Федрезерва. Ну, по поводу роста аппетита к риску я понимаю, и евровалюту ты видишь в росте, да, на 1,40. Сегодня, скорее всего, Бен Бернанке будет выступать, по моим ощущениям, он скажет, что будет ультрамягкая коммунитарная политика со стороны Феда, и выкуп активов продолжится и в трансм, и после трансм года, скорее всего, ну, по моим ощущениям. Ну, естественно, это будет воздействовать ослабляющим, на сам доллар, соответственно, на рост аппетита к риску. Я думаю, опять-таки, это добавит еще, так сказать, один кирпичик к аппетиту к риску, который сейчас очень высокий и, скорее всего, может продолжиться. И, как я сказал, проблемы, которые будут на грязи двух месяцев, повышение этого лимита долга, да, Европа, в общем-то, они, да, будут оказывать какое-то воздействие негативное, но уже не настолько, да? Ну, то есть, на твой взгляд, вот, все, даже плохие, да, ну, плохие, неплохие, плохие, да, нехорошие какие-то новости, они, тем не менее, не оказывают сейчас влияние на оптимизм. Нет, они оказывают, да. На оптимизм, на оптимизм. Ну, проблемы просто решаются. Решаются. И подойдет конец, середина февраля, и, опять-таки, ребята из Америки договорятся. То есть, очередная проблема решится, да, и мы вновь увидим движение. Ну, я понял. Ну, и самое главное, то, что Европа, на самом деле, интеграция в Европе продолжается, и, скорее всего, и правда, можно поверить в Драги, и, скорее всего, если мы сейчас перенесем самомушение времени в 13-й год, в конце года, возможно, и правда, уже по выкладателю ВВП будут больше, чем ноль. Ну, может быть, немножко, чуть больше. Ну, в целом, по Европе, естественно, не по Испании и Италии, а такой средний по больнице показатель, что, естественно, будет радовать инвесторов. Ну, это нормально. Ну, на самом деле, относительно того, что действительно в США все будет, монетарная политика будет мягкая, да, это можно подтвердить, подтверждением этому является там слова, что приоритетным теперь направлением для ФРС, по-моему, будет уровень безработицы, нежели чем инфляция. То есть, как бы, они будут стимулировать экономику для того, чтобы, там, вернуть, заткнуть ту дыру, которая образовалась в 2007 году, когда там были массовые сокращения, то есть, как бы, восстановить нормальный уровень занятости населения. То есть, как бы, потому что для Америки, прежде всего, важный направление, важный, там, сегмент экономики – это mortgage, да, как бы, это ипотечные кредиты. Ипотечные кредиты, естественно, могут брать, как вы понимаете, только люди, которые работают. Ну, собственно говоря, там, вот на этой... Помнится мне, несколько лет назад ипотечные кредиты брали все, кому не попадя. По 23 рубля за доллар? Нет, 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 это я там, там, за океаном имею в виду. И в 2007 году все это почувствовали, а потом, точнее, в 2007 году это почувствовал ипотечный рынок Соединенных Штатов Америки, а в 2008 году все остальные. Да, кстати, если мы говорили о mortgage, то есть, надо еще рассказать и о рынке ревизорности США. Цены начали расти, что является очень хорошим показателем, да, ну, для... Который показатель восстановления. Восстановление, конечно. Ну, надо просто, как бы, не только там же, как бы, внутренний спрос определяет цену на недвижимость США, там же, как бы, инвестиционные цели, да, когда иностранные инвесторы, там, в частности, Китай, понимают, китайские инвесторы, просто это, на самом деле, в США такая вот есть класс инвесторов, да, которые скупают американскую недвижимость с целью последующей перепродажи, либо тот же, кстати, класс инвесторов, да, вот китайские миллионеры, там, миллиардеры, я не знаю, богатые люди, назовем их так, они скупают недвижимость и в Европе, то есть, это приход денег из-за рубежа с целью того, чтобы сейчас на дне мы продадим потом, ну, то есть, как бы, инвестиционные цели, то есть, не исключено, что там, вот, может быть, там, ввиду того, что есть какой-то определенный ботом, да, то есть, достигнет, да, приход иностранных просто инвесторов на покупку недвижимости, на самом деле, как бы, там не такой скачок в стоимости цен на недвижимость, ну, не скачок, но начало установления. То есть, как бы, стабилизация там, да, там уж не снижаются достаточно. Ну, вот я думаю, да, вот стабилизация больше, наверное, описывает ситуацию с американской недвижимостью. Ну, и, честно говоря, я, может быть, не то, что не разделяю мнение относительно того, что в Европе все так будет гладко и оптимистично, мы многого чего, может быть, не знаем относительно там, потому что банковский сектор там действительно испытывает тоже большие проблемы с точки зрения того, что, как бы, в Европе выросла очень сильно безработица. В некоторых странах там действительно уже критического уровня и информация относительно того, что какие кредиты потенциально могут стать плохими, да, то есть, если мы там изначально, с чего началось, да, то есть, проблемы компаний, там, не исполнения американских компаний, не исполнения долгов, потом это перекинулось все на долговые страны, то есть, инвесторы сначала перестали доверять компаниям, потом инвесторы перестали вообще перед, да, перестали доверять всем. В настоящий момент банковский сектор Европы, вот, как бы, мне кажется, такое вот опасение. То есть, вот этот риск, да, риск все-таки, который может... Да, потому что там идет, так называемое, схлопывание экономики, то есть, люди не несут деньги в банк, соответственно, банк не выдает кредиты, то есть, мы увидели то, что в конце, ну, в течение, там, 2012 года ЕЦБ у нас на аукционах ЛТРО выдал довольно-таки большие крупные суммы ресурсов, и они осели, в принципе, на ЕЦБ, осели все на депозитах. Впоследствии ЕЦБ вынужден был депозитную ставку снизить, да, и мы увидели то, что там был переток ресурсов на непосредственно корсчета, компоненты корсчетов, там, действительно, там. Ну, да, и там просто видно было, действительно, скачок, и впоследствии эти деньги, не знаю, пошли ли они в экономику или нет, потому что сокращение этих остатков на счетах и депозитах, на корсчетах и депозитах, оно не произошло такого существенного, то есть, деньги в экономику так и не поступили, то есть, сами банки не дают экономике работать. Вот в тот момент, когда банки начнут кредитовать экономику, и экономика начнет, так сказать, зарабатывать деньги, тогда вот, как бы, я поверю в то, что Европа начнет восстановить. Ну, так, в общем, самая проблема в странах, периферийных, и там, во Франции, ну, не во Франции, все-таки, в периферии, ну, разные все-таки темы, произошла дефляция, жесткая дефляция жизни, да, и также проводятся структурные реформы, которые направлены на увеличение конкретноспособности экономики, и благодаря этим реформам в Италии и в Испании, да, открывать новый бизнес становится уже с каждым месяцем легче и легче. Поэтому, скорее всего, я вот, я ожидаю, что тридцатый год будет переломным для начала воздавления кредитования экономики, коли они проводятся эти реформы, которые направлены на улучшение, так сказать, деятельности бизнеса. Так что, да, мы не знаем, может быть, да, будет банков больше плохих активов, но, однако, скорее всего, появятся новые возможности для кредитования. Нет, ну, в общем, в той же самой Испании, по-моему, там процент безработных, 25%, там какой-то такой очень высокий уровень, но, как бы, я не знаю, как надо там экономику зарядить, да, чтобы у тебя там 25% вышло на работу, у тебя 25% населения ничего не покупает, потому что у них денег нет. Ну, вот, как бы, это как надо запустить, условно говоря, экономику, чтобы у тебя вот эти 25% на шеции первая работа, да, и они начали хотя бы что-то покупать. Ну, просто показывает я к юниту лейбор-корс, там, ну, который показывает, так сказать, выгодность открытия бизнеса в этой стране, они постепенно падают, таким образом, периферия становится, ну, проводят реформы, и... Ну, смотри, если мы говорим о либерализации условий, да, для открытия бизнеса, вот эти 25% безработных, они будут открывать бизнес? Нет, они станут, возможно, рабочими, которые, ну... Которые пойдут работать в этот бизнес. Да, 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 то есть изначально для периферийных стран важно было увеличить свою конкретно-восходность, которая очень сильно стагнировала на годах. В Испании, да, у них там, по-моему, там у них на доле сервиса, да, она там большую часть в экономике занимает. То есть, условно говоря, там 25% населения там должен ходить, там, массаж, я не знаю, там, куда он там должен ходить, в магазин что-то покупать. То есть он должен вот это делать, а не производить какой-то товар, потому что, ну, там, на долю экономики в целом приходится, там, на сервисную, она больше. Леша, Леша, Артур, спасибо огромное. Я благодарю, что вы пришли сегодня в гости. Артур Копышев, Алексей Егоров. У нас время закончилось, но ничего, мы соберемся и продолжим. Успехов на рынке. Спасибо за внимание.